Здравствуйте, я социальный работник, здесь проживает моя обслуживающая бабушка. Сегодня такие дуэты социальных работников и членов участковых избирательных комиссий отправились в поквартирный обход, чтобы узнать, кому понадобится голосование на дому. За какой-то период времени до выборов мы делаем поквартирный обход, выявляем пожилых людей и инвалидов, которые сами не могут прийти проголосовать и передаем эти списки на избирательный участок. За пенсионеркой Ниной Гришиной и соцработники ухаживают последние 10 лет. Женщина плохо ходит, ей понадобится и голосование дома. Уже много лет на выборах ко мне приходят из избирательного участка и дома я голосую. Очень мне нравится, спокойно. Теперь 18 марта к бабушке придут члены участковой избирательной комиссии с переносной урной. Также смогут проголосовать все те, кто по состоянию здоровья сам не сможет прийти на избирательный участок. Сформировав реестр, мы поквартирно будем объезжать всех пожилых, инвалидов для голосования с 8 утра до 8 вечера. Чтобы попасть в такой реестр голосующих на дому, нужно обратиться к социальным работникам или в одну из избирательных комиссий. Не только инвалиды могут пригласить домой, проводить голосование вне помещения. Человек по состоянию здоровья, даже заболел гриппом или лежит температурой, также имеет право... Сообщить о необходимости голосовать дома можно будет и в день выборов 18 марта. Заявки будут принимать до 14.00. Дмитрий Иринин, Андрес Натальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова